так у меня шпильники все три поэтому аккуратней все так 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 смотрите что у нас тут происходило заменили водяной насос то есть был неисправный заменили патрубки охлаждения на турбокомпрессоре два нижний и верхний вот о чем шла речь то есть вот он патрубок второй пришлось срезать потому что он просто не снимался по гидрокомпенсатором у нас все хорошо по турбинке тоже у нас все прекрасно головка наш старая лопнула это у нас новая аналог джемпи все кто приобретает неоригинальные головки обязательно фрезеруйте шахты от топливной форсунки здесь то есть не важно что там новое нужно взять фрезу и почистить как правило 99 процентов что там будет неровная плоскость очень много случаев когда при установке головки быстро сгорают шайбы забивает масло заборник и мотор останавливается поэтому учитывайте это у нас будут получается комплект вот оригинальной ставили прокладок когда мы головку шлифуем снимаем или допустим по головке ставим новую прокладка всегда идет стандартно 1095 095 болты будут новые у нас неважно это может быть и хундай болт один и тот же то то есть болты если головка по какой-то причине там допустим пробила прокладку повело головку лопнула головка говорит о том что был перегрев ну как правило то есть был перегрев а есть огромный риск что болты растянуло то есть когда нагрелась расширялась их растянуло поэтому болты будем пользуешь новые шайбы пламя гасящие шайбы а толщина шайбы оригинальной должна быть ровно 2 миллиметра просто очень много подделки и такие как 18 16 это не правильный сайбы не те ушай бы говорил уже есть наружная внутренняя сторона то есть плоская и прям видно она к форсунке такая полусфера опускается вниз туда у нас дополнительно когда мы ставим на неоригинальную головку устанавливаем форсунки лучше желательно эти шайбы обжечь если у вас головка оригинальная вы все почистили все выровняли все и все будет работать но когда неоригинальная головка вам нужно то есть перестраховаться не знаю там два три раза то есть сделать все что возможно чтобы они не сгорели болт помимо того что резьбу смазывает еще вот тут вот сверху где он будет при затяжке чтобы вот эта шайба скользила ставим на самую-самую слабую так смотрите по затяжке головки оригинальные головки уже последние два года мы крайне крайне редко устанавливаем то есть если только ваши когда допустим опрессовали шлифанули сделали и ставим оригинальный давным-давно еще на заре можно сказать двигателя d4 cb было очень-очень много случаев когда при затяжке головки блок цилиндров а она начала налог газетом через 7000 1230 и выявился такой момент дело в том что здесь момент затяжки сперва первый момент ньютон метрах а оставшиеся два этапа они у нас градусов 90 градусов 120 градусов вот дело в том что когда я так думаю то есть мое мнение это работает лишь тогда когда у нас новый блок новые болты новая оригинальная головка и все как положено если бы у нас допустим последующие два этапа были в ньютон-метрах то допустим болт болта который мы затягиваем не важно допустим а сколько градусов он уперся бы до того момента то есть учили куда встал дело в том что когда мы используем угол допустим ставим вот и проворачиваем на 90 и мы чувствуем рукой что этот болт уперся а второй еще слабый крутится вот от этого все и влазит и приходится докручивать болты докручивать дотягивать ну допустим из 18 болтов там 45 болта которые необходимо докрутить и если пользоваться именно то есть по таблице то скорее всего то есть все это ненадолго смотрите у меня выработалась давным-давно то есть практике когда еще были русские машины то есть все это делалось всегда затягивали брали ключ и затягивали опять же по усилию и вот именно с этими головками я согласен если говорю у нас там оригинальная головка оригинальные болты все вот эта головка то есть как правило еще есть такой момент видимо все таки или не тот сплав в головке и болт уходит глубже то есть все равно он ее сдавливает не знаю как это происходит или все-таки именно по зазору может быть на 5-6 соток то есть больше или меньше и поэтому на эти головка когда ставите то есть не оригинал лучше то есть тянуть ключом то есть уже до упора можно можно перевести те же градусы перевести в ньютон-метр допустим я делаю очень просто то есть вот варить первый этап с из центра даже не важно что там допустим первый был 2 3 10 главное идти из центра то есть главное тесто допустим я вот рукой у нас не помню что-то 49 метров опять же это же не пользуюсь я первый момент перетягиваю чтобы потом получилось 2 по 90 они 90-120 то есть вот сейчас потянул нас уперлась но опять же если вы рукой не чувствуете то есть усилие то лучше этого не делать все мои действия направлены на то чтобы данная не оригинальная головка проходила как можно больше то есть мы прикладываем максимум усилия для того чтобы шайбы пламя гасящие под форсунками легли хорошо как положено все усилия для затяжки вот примеру сейчас я буду тянуть 90 второй этап вот по усилию чувствую что принципе пока вот 4 болта все одинаково ну и вот у нас последний болты вот сделали сейчас круг по 90 дадим ей постоять сейчас дело в том что прокладка у нас четырехслойная прокладку всегда советую вам помажьте чуть ли то ли чикам можете какую-нибудь обильную смазку то есть такая как vd-40 побрызгать перед тем как затягивать то есть головку бросились затягиваем дело в том что усилий очень большие и он ее должен растянуть то есть потому что были случаи когда люди устанавливают и она складывается гармошки одна на одну то есть ее рвет даже допустим есть прокладки которые лопаются именно из-за того что здесь сложила в двух местах гармошкой и растягивать и рвет просто чтобы она легла ровно все-таки побрызгайте прям чуть побрызгали прокладочку и потом затягиваем сейчас мы пока будем собирать здесь вокруг и она постоит там примерно полчаса час и потом дотянем уже последний этап вот по турбинке здесь здесь устанавливали новые шпильки так у нас шпильки выкрутились вот так вот все произошло там резьбу прогнали поставили новые шпильки все все что можно было вырвалось прокладочка вот это тоже если не дотянете будет свистеть потом при резком ускорении при нажатии на педаль газа будет идти свист очень часто бывают такие случаи когда прокладка опять же здесь она двухслойная здесь трехслойная под коллектором то есть когда протягиваем коллектор нужно пройтись 3-4 раза то есть пройти одну затягиваем другая ослабляется и так по кругу при снятии навесного оборудования таких как допустим тот же генератор необходимо понять если будут полностью разбиты подшипники мы это обязательно услышим то есть прокрутить его там да и самое главное что когда у нас ремень один как правило здесь стоит шкив обгонная муфта мы можем здесь ключаточку зафиксировать и понять то есть крутим в обратную сторону фиксируем и она должна проворачиваться мягко без перекатов шариков то есть без хрустов без ничего то есть отлично мягко вращается шкив чтобы был целый так как он снят то есть его может был снят можно было бы его заменить сразу по турбине турбина была сухая актуатор у нас ходил то есть все прекрасно работала осевой радиальный люфт турбине мы покачали проверили то есть он у нас в норме поэтому турбокомпрессор мы не снимали мы сменили на месте то есть так как нам было очень удобно мы сразу сменили два патру охлаждения хотя они не бежали они не бежали но было видно что завтра они сломаются цена на новый подробок охлаждения не не высока вот и сейчас это сделать можно там за пару минут но допустим если завтра выльется опять же это может привести к поломке опять же головки или допустим спросу что вы остались где-то дороге все что угодно может произойти точно так же как тянули наши наверное отцы деды они тянули до упора и все это работало и ходила я согласен что многие из вас кто будет смотреть они скорее всего осудят мои действия но я осталась на своем месте потому что вот этот вариант то есть он по той статистике которая допустим царит у нас здесь нашему им зап уже не первый год вот говорит что везде везде во все нужно носить свои какие-то коррективы изменения очень много допустим даже по кто-то цепи меняет без снятия радиаторов кто-то со снятием то есть и все где-то улучшают добавляют допустим всем же клапаном гигр в европе он работает в азии он работает в россии он не работает и вот мы что-то вносим что-то добавляем что-то улучшаем и здесь тоже дабы перестраховаться то есть чтобы все было хорошо тянуть я буду до упора вот я к примеру я возьму приблизительно 120 градусов вот сюда да будет у нас приблизительно 120 просто я буду затягивать и мы примерно увидим что болт до полной остановки сделает разное расстояние будет разные градусы вот он был стал и больше он не пойдет то есть он прошел 90 градус и все конечно тоже тянем тоже 90 и встал так следующий то есть этот болт не нужно его дергать тащить нагляд он идет идет и просто упирается то есть говорит вам о том что все хватит иногда болты бывает щелкают тоже 90 ну вот пока все болты идут ровно все они проходят 90 а у этого 85 ну это так на глазок просто то есть если мы будем тянуть по градусам то болты будут не дотянуты но здесь примерно 110 тоже было 90 90 и последний болт все затянули решать вам как затягивать как ставить смотрите сами то есть я вам показываю свой вариант если допустим когда у нас головка блок от цилиндров тянется там в трех четырех этапах допустим и она тянется в ньютон метрах я делаю это в ньютон метрах то есть вопросов нет берем динамитерические ключи тянем когда момент затяжки в градусах я тяну его уже сам по-своему то есть то будем насос ставить вакуумный вот здесь герметик сейчас объясню зачем и почему он здесь вот кто-то даже уже поставил другое красненькое колечко здесь должно быть такое голубенькое вот здесь стоит уже не оригинальное колечко люди боролись с течью масла вакуумный насос находится очень труднодоступно вместе поэтому необходимо перестраховаться новое конечно колечко хорошо но сегодня он не бежит но завтра может побежать и возникнет проблема давным-давно уже было принято решение чтобы наносить герметик мы допустим видел когда люди намазывают здесь много и забивают вот это отверстие это подача давления масла из головки мы наносим только вот сюда то есть у нас остается штатное кольцо и наносим сюда немного там он плотно становится чтобы мне здесь было легче удобнее то есть я спера закидываю туда вакуумный насос вот так воду а потом мы уже ставим перемычку когда головку берете новую перемычка уже стоит всегда снимайте перемычку здесь герметик завода не наносят то есть необходимо нанести его то есть тоже немножко по чуть-чуть встает она очень очень плотно поэтому слой нужен очень очень тонкий то есть не нужно там намазывать непонятно сколько здесь опять же чтобы кольцо не толкать там она не упиралась наживили болтики то есть чтобы был зазорчик чтобы легче а потом толкаем насос он туда свободно сейчас вот он садится здесь на два болтика наживляем а потом притягиваем перемычку вниз то есть так у нас резинка не будет деформироваться не нужно ее там допустим смазывать чем-то чтобы она не порвалась там тянуть здесь ничего сильно не надо маленькой трещотки вполне достаточно надо щуп на коробку и вот она вакуумная трубка так жгут у нас проходит туда дальше то есть сразу чтобы не перепутать хомутов здесь никаких если он ваш ланчик мягенький хороший то хомутов никакие то оставить не нужно ничего пока не наживляем не одеваем шланг ничего сперва наживляем вот самый неудобный болт который у нас есть 3 он должен попасть того трубку и пройти находит через вакуумный насос и прикрутиться головки здесь довольно такой неудобный надо приобрести вот такой трещотки ключ он нет дорогой в принципе то есть и опять же затягиваем не сильно поэтому трещотка не сломается при снятии головки или снятия двигателя я очень много раз видел когда ломают разбивает стекло жабло она снимается недолго несложно разберите у вас будет вы сделаете гораздо быстрее и качественнее то есть работу очень часто сталкиваюсь что все разломано то есть и пластики и железо погнута то есть разбираем механизм стеклоочтителя полностью и делаем свободно все работы вот этот клапан управления скрываем и смотрим вот он полный 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 песка смотрите вообще все забито то есть этот клапан управление избыточное давление турбокомпрессор скидывать не будет вследствие передова будет лопаться интеркулер по трубке интеркулера и машина будет вставать такую делать паузу ну вот все чистенько у нас принципе можно собрать эту сторону теперь тоже потихоньку здесь у нас надо собрать топливную систему патрубок охлаждения тоже поставили новый потому что тот прям раскололся весь полопался то есть все что было возможно сменить бесплатно то есть входило в эту же работу сразу все сделали то есть сперва мы вставляем ее а потом все остальное вот она раз и все и там и с нижней и свободно то есть прям вообще можно сказать идеально все защелкнуло все стало все трубки все трубки продуваем воздухом смотрите вот здесь вход и выход как узнать где вход вы на входе у нас там стоит датчик температуры топлива это вход который сюда к нам ближе то есть слева это выход так смотреть есть маленький момент гидронатяжитель верхней цепи можно сэкономить если у нас гидронатяжитель вот допустим полный его выход штока если он у нас вышел допустим половина вот так растяжка цепи износ либо допустим почти полностью допустим можно его зарядить нажать на шарик выдавить оттуда масло и тогда будет риск то есть если у вас выработки нету практически цепи растяжки то вы можете его зарядить заново в исходное положение как он должен быть новый он будет работа но в нашем случае то есть он вышел очень много уже и скорее всего если мы его зарядим он больше не зафиксируется то есть это 50 на 50 здесь снять крышку потом очень сложно надо опять вентилятор все это разбирать поэтому есть способ сэкономить берем его вот так снизу то есть полностью заводим аккуратно придерживаем то есть наживляем длинный верхний болт то есть мы оставляем его также как и сняли заряженном положении и потом вот так надавливаем сюда и он встает на место так сто процентов все будет работать вот нижний болт тоже наживился и то есть но у нас выход где-то цепи износ на половину чтобы нам не ставить новые оригинальные сейчас очень дорого это мы вставляем его так то есть снизу вверх и все потом сейчас его вот еще поддавливаем чуть-чуть масло потихонечку там будет скидывать его даже можно немножко поддавить то есть лишь говорю это все делается для того чтобы вы смогли где-то сэкономить то есть вот мы его ставим на место вот он уже все свободно стал сейчас рукой можно даже максимально толкаем его вверх герметик да кстати не наносим не нужно многие суют а герметик потому герметик попадает в канал и он не работает то есть затягивать болты тоже сильно не надо резьба там алюминиевая может все вырваться отлететь метку мы все выставили вот смотрите по затяжке еще раз приду покажу почему мы не поставили клапану именно для того чтобы затянуть распредвал сильно усилия не надо динаметрическим ключом можно тоже не затягивать болт дошел остановился вот на 30 держим распредвал и здесь на 17 у кого вороток кого что все сейчас здесь крышку закроем соберем полностью здесь эту часть потом клапан на крышку проводку и останется форсунки поставить всегда при запуске двигателя не важно что вы делали допустим пусть это вы поставили контрактный двигатель перебрали двигатель сменили турбину там сменили форсунки не важно что вы сделали с двигателем лучше всего чтобы избежать там всяких сс вот смотрите в нашем случае то есть мы снимаем разъем из топливных форсунок и крутим стартером до тех пор пока не погаснет давление масла и после этого чем самым мы промазываем турбину прокачиваем гидрокомпенсаторы накачиваем гидронатяжители и так далее то есть и опять же мы если вдруг не закручена трубка трубка подачи давления масла или где-то что-то забыли то он не запустится но уже польется то есть мы это увидим сейчас я вот допустим еще секунд пять покручу потом убеждаемся что мы все сделали правильно то есть быть рассмотр то есть прошли что разъемы поставили везде все прикрутили ничего нас не отваливается также то есть проверили масло я уже это сделал допустим приводной ремень мы трогали здесь тоже все на месте никуда ничего не слетела все прикручено по остальным разъемом также у нас то есть нужно накачать если у вас ручная подкачка то накачиваем и все накачалось одеваем разъемы смотрите первый запуск дизеля бензина неважно чего она может завестись потом заглохнуть может завестись работать неровно могут идти посторонние звуки этот опять же относится не важно контрактный движок который стоял два года то есть он пустит там сизый черный дым или эта машина в гараже которая простояла у вас год и она тоже будет издавать какие-то звуки то есть выходить какой-то дым и и так далее то далее вот смотрите вот этот звук надо запомнить этот звук из перловины вот этот звук говорит о том что с шайбами все хорошо просто если когда шайба сгорает на форсунке там первого четвертого третьего мы не можем увидеть но вот этот звук такой играючий он исчезнет и последний последний момент последний момент смотрите по головке которые мы устанавливали неоригинальную то есть это у нас головка фирмы gmp неважно какой вы ставите там французскую немецкую итальянскую неважно то есть все головки кроме оригинальных необходимо отфрезеровать шахты и желательно даже если у вас все хорошо и прекрасно через восемь десять тысяч сделайте инспекцию то есть пламя гасея 6 8 до 10 потому что очень много случаев когда люди у них лопнула головка а через десять тысяч у них заклинил двигатель чуть происходит из-за того что там сгорают шайбы все осыпается вниз забивает масло заборник и клине то есть вроде бы сделали одно а через десять тысяч все заново мотор поэтому очень и очень аккуратно то есть есть там даже по моему видео где можно увидеть допустим опять же если у нас горит масло сгорает пламя гасея шайба то вот эта пробочка я уже говорил сразу появляется сажа черная также он появляется тут на алюминием бугель то есть он мы открываем и видим что он вот место вот такого блестящего становится черный как шланг поэтому смотрите следите и что еще сказать вроде бы я вам рассказал все все до новых встреч всем пока и и Продолжение следует...